В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Это программа «Город новости по Выборгске». В студии Галина Давыдова. Здравствуйте. В начале коротко о некоторых темах выпуска. 300 лет российской науки. В современных школах, благодаря национальным и федеральным проектам, открываются новые точки роста. Отсутствие вакцинации может привести к печальным последствиям. Родители всегда готовы проконсультировать в детской поликлинике. Послушать голос тишины можно в Приморской кирхе. Выставка картин местной жительницы очень точно передает настроение автора. По случаю празднования Дня науки в нашей стране всех ленинградских ученых, инженеров, исследователей. Каждого, кто посвятил себя делу прогресса и познания, поздравил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В своем обращении он поблагодарил их за огромный труд и преданность избранной профессии. Регион гордится своими учеными, которые двигают вперед такие важнейшие отрасли, как ядерная энергетика, медицина, оборонная промышленность. Разработки наших специалистов помогают сегодня бойцам в зоне специальной военной операции, способствуют импортозамещению, отметил губернатор. Кстати, владелец имения Монрепо барон Андрей Львович фон Николаи в период с 1798 по 1803 год был президентом Петербургской академии наук. Приверженец литературы и философии он построил в усадьбе библиотечный флигель, где размещалась семейная библиотека, насчитывавшая около 9 тысяч зданий. День российской науки отмечается ежегодно 8 февраля. 300 лет назад Петр I сдал указ, благодаря которому в стране появилась первая Академия наук и художеств. Племянница Петра Анна Иоанновна продолжила его дело в этом направлении. Россия и сейчас не стоит на месте. Например, в школах появляются точки роста. Это специально оборудованные современной техникой классы, где дети осваивают передовые технологии и развивают свои таланты. В Выборгском районе таких действует несколько. В Возрожденской, Гончаровской, Каменской, Советской, Светогорской школах, а также в Первомайском, Рощинском и Приморском центрах образования. В последние на днях побывали наши корреспонденты. Мы с вами будем набирать реактивы и приливать в пробирку под номером 1. На уроках химии ученики Приморского центра образования проводят различные химические опыты. Отслеживать их течение, изменение температуры и многое другое они могут при помощи оборудования, которое было приобретено благодаря реализации проекта «Точка роста». Поскольку в рамках образовательной программы, в рамках национальных проектов делается упор на развитие инженерных специальностей, специальностей, связанных с изучением углубленной химии, изучением биологии, наш центр полностью соответствует и мотивирует обучающихся к изучению данных конкретно сложных дисциплин. Денису Ярмаркину дополнительные занятия по химии нравятся тем, что на уроке вместе с учителем можно проводить сложные опыты и анализировать реакции, которые происходят. Разные реакции бывают. Разное такое. Шипит все. Или все разливается из-за пены, которая там бывает. Сегодня были опыты с разными растворами, с серной кислотой, если я не ошибаюсь. И там интересно, что когда добавляешь в раствор, который был белым, прозрачным, он становится белым или синим. Центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» создаются в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта образования. Кабинеты химии, биологии, физики оснащаются различными приборами и материалами для проведения лабораторных работ внеурочной деятельности. В Приморском центре образования «Точку роста» открыли в сентябре прошлого года, что дало школе мощный толчок для развития. Это позволяет проводить образовательный процесс на совершенно новом уровне. Ребята активно занимаются внеурочной деятельностью, включая обучающихся первых, четвертых, пятых, восьмых классов. И занимаются дополнительным образованием. Это все интересно, увлекательно и здорово. Владимир Рудовиченко, ученик девятого класса, увлекается сразу и математикой, и физикой, и информатикой, компьютерными технологиями. А иногда даже проводит занятия для младших школьников. В точке роста я занимаюсь проектной деятельностью, а конкретно мехатроникой и робототехникой. Благодаря оборудованию я могу достигать наивысших результатов и собирать гораздо более сложную конструкцию. Я провожу уроки по физике для младших классов. Обычно это какие-то электрические явления, но могу и рассказать про робототехнику и мехатронику. Владимир показал нам свою проектную работу, которая заняла призовое место на конкурсе по робототехнике. Это робот-манипулятор, который умеет перемещать или вращать предметы с помощью захвата. Я сейчас покажу, как он перемещается. Для этого я подам питание и нажму на кнопку. Кабинет биологии оснащен различными лабораториями, в том числе и для изучения физиологии. Там можно измерить давление, пульс, температуру, объем легких. От этого занятия становится еще интереснее. Наш центр полностью соответствует изучению не только физики и информатики на профильном уровне, но и химии с биологией. Соответственно, мы можем быть конкурентоспособными в этой области и готовить, возможно, перспективно будущих врачей. Ребята говорят, в таких ярких кабинетах хочется учиться только на пятерке. А в свободное время школьники отдыхают в специально оборудованной зоне. И вместо того, чтобы сидеть в телефоне, выбирают шахматную партию с другом. Ведь это гораздо приятнее. Галина Давыдова, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Как часто человек задумывается о том, нужно ли прививать ребенка от той или иной болезни. Благодаря современным достижениям медицины существует множество вакцин, которые помогают предотвратить развитие осложнений. Национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации включает в себя как вакцины против столбняка и кори, так и от коклюша. Медики бьют тревогу. На данный момент с этим заболеванием сложилась пугающая ситуация. Врачи не могут контролировать инфекцию. И, к сожалению, не каждый родитель соглашается на вакцинацию. Если ребенок заболевает, привитый от коклюша ребенок, он переносит значительно легче это заболевание. Поэтому не всегда можно сразу это заподозрить. Для коклюша характерен длительный кашель – около шести недель. Особенно опасна болезнь для младенцев. Отсутствие вакцинации может привести к печальным последствиям. В одной из семей дети заразились друг от друга. У нас, к сожалению, случилась такая ситуация, когда заболел непривитый ребенок в семье. Многодетная семья, так скажем. Все остальные члены семьи, дети до 18 лет, тоже непривиты были. Помимо коклюша, в России отмечен рост заболеваемости туберкулеза. Дарья Поспелова объясняет, что ежегодно каждый ребенок должен проходить обследование. Для самых маленьких – это реакция МАНТУ. Для школьников – Диаскин-тест. Тем, кто отвергает вышеперечисленные способы, предлагается другое решение. Есть альтернатива, называется она ТЭСПОТ. То есть это анализ крови на наличие в организме туберкулезной инфекции, антител. Также медики напоминают про вакцину от кори. Если непривитый заболеет, остановить цепочку заражений будет сложно. Не стоит откладывать вакцинацию от клещевого энцефалита. Лето не за горами. Сама Дарья Поспелова открыта к диалогу и готова общаться с родителями, у которых есть вопросы. А тем, кто решил сделать прививку, нужно обратиться к своему участковому педиатру в дни здорового ребенка. Вторник и четверг. Ваша кровь может спасти чью-то жизнь. Выборгский филиал областного центра приглашает неравнодушных жителей совершить благородное дело – стать донором. Полученный в центре материал направляется в районные лечебно-профилактические учреждения. Выборгскую межрайонную, Светогорскую, Первомайскую больницы, городской роддом. Взаимодействуют и с другими филиалами. Если вам есть 18, ваш вес более 50 килограммов и вы являетесь гражданином Российской Федерации, то вы можете стать донором крови или ее компонентов. Разумеется, если нет противопоказаний по здоровью. Это, в первую очередь, наличие хронических заболеваний, оперативные вмешательства, недавно сделанные прививки. Прививки просто разные, там разные сроки отвода. Иглоукалывание, либо татуировки непосредственно в ближайшем времени тоже являются противопоказанием. Основные. Соответственно, беременность, период кормления – это тоже, конечно, противопоказание. Перед процедурой сдачи заполняется анкета, включающая в себя вопросы о состоянии здоровья и образе жизни донора. Проводится медицинское обследование. Определяется группа крови и резус-фактор. Затем производится забор. В течение следующих суток специалисты рекомендуют избегать тяжелых физических нагрузок. Донор получает компенсацию на питание в размере 1400 рублей, а также два оплаченных выходных. Напомним адрес выборского филиала областного центра крови – город Выборг, Приморское шоссе 32, Сокольный этаж. Забор крови проходит с понедельника по четверг с 8 до 12 часов. Записаться можно через госуслуги и по телефону 2-51-25. Предупреждением распространения высокопатогенного птичьего гриппа озабочено областное правительство. Губернатор провел совещание с Госветслужбой и руководителями птицеводческих хозяйств региона по предупреждению распространения опасного заболевания. По словам Александра Дрозденко, ситуация с гриппом птиц в разных странах тревожная. «Мы имеем крупнейшие промышленные птицеводческие объекты в России и Европе, и наша задача – повысить их биологическую защищенность, сохранив динамику увеличения объемов производства», – отметил глава региона. По итогам совещания решено усилить меры биобезопасности хозяйств и предприятий, усилить контроль реализации товаров птицеводства и ввоза продукции на территорию региона, расширить мониторинг дикой и перелетной птицы. Напомним, крупнейшим предприятием Выборгского района, занимающимся производством яйца и мяса птицы, является птицефабрика «Роскар». В Ленинградскую область едет историческая ласточка. Тематический электропоезд следует от финляндского вокзала Санкт-Петербурга до станции Ладожское озеро. Пассажирам расскажут о полном освобождении Ленинграда от фашистской блокады, чтобы наши современники, прежде всего подрастающее поколение, помнили о подвигах тех лет. В подготовке этой акции приняли участие 10 музеев северной столицы. А те, кому довелось пережить блокаду, делятся своими воспоминаниями. Наш следующий сюжет о ветеране органов прокуратуры Майе Лаврентьевне Огаревой, закаленной испытаниями военного времени и отдавшей много лет служению надзорному ведомству. Выжившая чудом в блокадные годы, Майя Огарева считает, что ничего в нашей жизни не происходит случайно. Она родилась за три месяца до начала Великой Отечественной. Тогда в счастливой семье уже была девятилетняя дочка. Никто не ждал беды. Напротив, строили планы. О страшных голодных днях в осажденном Ленинграде Майя Лаврентьевна знает из рассказов мамы. Почему больше всего страдали такие, как я? Ничем кормить. Ни молока, ничего. Дистрофия последней степени. Рахит. Живот у меня был страшный. Ножки вот такие вывернутые все. Поэтому там мама делала все. Мы там ели из лебеды лепешки. Мама траву какую-то собирала, мыла и вот тоже давала. Какую-то крупу давали. Отец, прошедший советско-финляндскую войну, сражался с нацизмом на Ленинградском фронте на подступах к городу. Поэтому эвакуироваться из блокадного Ленинграда мама девочек не хотела. Ждала мужа. Да и страшно было ехать с двумя детьми в неизвестность. Старше девять. Малышке Майи несколько месяцев. В сентябре 1941 года Кроха была в детских яслях Усть-Ижорского фанерного завода, когда рабочий поселок фашисты подвергли беспощадной бомбардировке самолетов. Там было отцепление, никого не пускали. А вот эта сестра двоюродная, она была сан-дружинницей. У нее была сумка через плечо. И как бы она вроде как военно обязанная. И она ворвалась туда. В этот момент заведующая Петрова Варвара вынесла меня в одеялки. Вот она меня только отдала. Через несколько шагов бомба попадает прямо сюда. И нас взрывной волной выбрасывает. И она накрывает меня собой. Погибли тогда директора этого заведующая яслями. Несколько детей и нянечка. Одна я. Представляете, как это. Они бомбили так, что в поселке осталась только пожарная часть. Ничего не сохранилось. Уезжала семья в апреле 1942 года по Ладожскому озеру до главного эвакуационного пункта в деревне Кабона. Оттуда в вагонах по железной дороге на безопасные территории. Но истощенный ребенок мог туда и не доехать. Меня положили, как умирающую, на третью полку. Признаков ни жизни, ни голоса вообще не было. Сказали, значит, будем выбрасывать всех. Придет похоронная команда. И всех будут забирать, где кто там положен. Мама взяла меня, чтобы передать, обнять и проститься. Открывает одеялко, а я на нее смотрю. В эвакуации борьба за жизнь продолжалась. В Ленинград вернулись в 1944 году. Тогда же с фронта пришел и раненый отец. Вспомнить вот именно это время. Но то, что я боролась за жизнь, я буду жить долго. Сегодня Майя Лаврентьевна Огарева называет себя в шутку стойким оловянным солдатиком. И признается, что счастлива. Много лет она посвятила работе в органах прокуратуры Ленинградской области. Начинала с должности старшего инспектора по кадрам. Была начальником финансово-хозяйственного отдела, заведующей канцелярией. После начальником отдела особого и общего делопроизводства прокуратуры Ленинградской области. На пенсию ушла в 1999 году. Но и сегодня чувствует поддержку своих коллег. Я считаю, что все поколение, вот это мое, спасло, спасли наши мамы. Вот только от меня 12 человек. Двое детей, пять внуков, четыре правнука. Их бы не было, если бы не было меня. Вот что такое наши мамы. Рассказы своей мамы Майя Лаврентьевна записала и бережно хранит для потомков. Она, как и многие прошедшие сквозь голод и бомбежку, говорит о важности сохранить и передать память о блокаде Ленинграда следующим поколениям, чтобы не допустить повторения ужасных событий. Татьяна Анкудович, Виктория Иванова, медиагруппа «Наш город». При участии студентов Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. 10 февраля отмечается День памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Именно в этот день, в 1837 году, его не стало. Он ушел из жизни, получив смертельное ранение на дуэли. Оставив богатейшее литературное наследие и завоевав любовь миллионов. Солнце русской поэзии – основоположник русского языка. Ему было всего 37 лет. Мы не могли пропустить эту дату и не поговорить о творчестве великого поэта, драматурга и прозайка с жителями и гостями Выборга. Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе мое угасло не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Это был гений, потому что мы его очень любим. Это, ну как сказано, это наше все. Он подарил нам русский язык. Он подарил такие произведения, с которыми ничто не может сравнить. Ну а из любимого, наверное, все-таки Евгений Онегин. Мой дядя самых честных правил. Когда ни в шутку за ним мог, он уважать себя заставил. И лучше выдумать не мог. Его пример – другим наука. Ну, боже мой, какая скупка. С больным сидеть и день, и ночь, не отходя, ни шагу прочь. Мое видение Пушкина складывается со школьной скамьи, поскольку мой учитель литературы родилась 6 июня, в день рождения Пушкина. Мое любимое произведение Пушкина – это «Барышня-крестьянка». Я люблю и фильм, и само произведение из цикла «Повести Белкина». Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой замкнутые негай взоры, навстречу северной Авроры, звездой севера явись. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Буря мгло небо кроет, вихри снежные крутя, то, как зверя назовоет, то заплачет, как дитя, то по кровле обешаю, вдруг соломой зашумит, то, как путник запоздал и к нам в окошко постучит. Новая выставка «Картин» открылась в Краевеческом музее Приморска. Их автор – местная жительница Татьяна Борисова. Все ее работы выполнены акриловыми красками. Отчего замерзается, как живется приморским ворона, мы расскажем вам в следующем репортаже. Чтобы слышать природу, нужно иметь талант, говорят в Приморском Краевеческом музее. У автора новой выставки он определенно есть. Жительница Приморска Татьяна Борисова создает портреты, пейзажи, натюрморты и органично выражает в своих работах то, как она видит и чувствует красоту вокруг. Внутренний мир этого человека очень богат. Ведь это надо видеть природу, чтобы так ее потом нам преподнести. Хотя, вы знаете, наша природа, она редко кого оставляет равнодушным. И есть у тебя талант, нет у тебя таланта или одаренности, а все равно хочется взяться или за кисть, или взять фотоаппарат в руки и что-то оставить на память на века. Елена Лихачева считает, что в каждом из нас есть много талантов. До определенного момента они дремлют, а раскрываться начинают в самое нужное время. Так случилось и с Татьяной Борисовой. Вот она решилась. Ей на какой-то юбилей подарили краски, кисти, мольберт. И она это все прибрала до времени. Но, тем не менее, мечта в ней зрела, зрела, зрела. И вдруг в одночасье раз и все. И этот ураган накрыл ее и нас. Кстати, Татьяна Борисова не причисляет себя к армии художников, несмотря на то, что занимается живописью уже около 15 лет. Но сотрудники музея с этим категорически не согласны. Чего только стоит серия «Про ворон» – настоящий минифильм из картин о жизни птиц, в котором они знакомятся, выбирают себе пару, а затем строят гнездо и воспитывают птенцов. Обратите внимание на картину «Зайца». Ведь он действительно замер, ведь он действительно что-то услышал. Где-то, наверное, крадется леса по снежной дорожке. И мы это чувствуем и понимаем, и начинаем за него переживать. Название выставки звучит так – «Послушай голос тишины». Оно связано и с природой в целом, и с местами духовной силы. Ведь только в безмолвии можно заглянуть внутрь себя и ощутить величие божественного. Тишина в храме, обращение душой к Богу. Тут и лес тоже можно считать храмом, где душа всегда обращается куда-то вверх, даже если мы просто пришли за грибами, за ягодами. В книге отзывов есть множество восторженных откликов, причем как от посетителей музея, так и от профессиональных художников, которые, к слову, пророчат Татьяне Борисовой большое творческое будущее. Экспозицию «Послушай голос тишины» можно посетить до 24 февраля. Галина Давыдова, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Житель Выборга Сергей Крупин принял участие в шоу Первого канала «Давай поженимся». Мы узнали у него, как прошли съемки, почему он решился рассказать о тайнах личной жизни и выяснили подробности недавнего скандала с участием бизнесмена и одного из выборских фотографов. Насколько в целом это адекватная ситуация, когда у тебя и жена, и любовница, и они знают об этом. Энергетически это был баланс. Вот реально, да? То есть кто люди понимают посещенную, они прямо вот это понимают, да? Когда ты приходишь на Первый канал, на главный канал страны, что она почувствовала, когда ты еще и рассказала это на всю страну? Ну я не буду про это рассказывать. Вот серьезно, да? Потому что это они, это их жизнь. Когда у тебя были съемки «Давай поженимся», ты уже был несвободен. В отношениях, а не в отношениях, какие ты вопросы задаешь? Я аж пинцовый становлюсь, я их сейчас всех вспоминаю. Я тебя побеждал, что мы обсудим ситуацию, которая сложилась с фотографом. Светлана наотрез отказалась прийти в студию. Что говорит Светлана в своем посте, который она выложила в сети? Она сняла для тебя, как для организатора, туристов и хотела получить от тебя 15 тысяч рублей за свою работу. Гонорар. Да, гонорар. Ты не рассчитался с ней, хотя на словах у вас была договоренность. Поверьте мне, все записано. Ты говоришь, что на бумажке записано. Какие конкретно были договоренности? А, слушай, так это наши договоренности. Вот ни ты, ни телевизионная группа, ни кто-то ВКонтакте, в сети не имеет к этому отношения. На этом все. Напомню, что следить за самыми интересными новостями вместе с нами вы можете в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах Выборг ТВ в социальных сетях. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова